Сюзанна лежала на земле, подпирая спиной мусорный контейнер, один из тысяч на просторах Флориды. Глаза собаки были закрыты, тело вздрагивало, а ноги отказывались повиноваться. Девочка была парализована, вся ее задняя часть ниже крупа уже давно потеряла свою чувствительность. Мимо шумом проносились машины, рядом жила своей жизнью оживленное шоссе. И вдруг к голове животного кто-то прикоснулся. Сюзанна устало открыла веки, перед ней стояла женщина, которая со страданием смотрела на собаку, доставая из кармана мобильный телефон. Через пару минут подъехала машина, несколько людей вышли из нее и вместе с женщиной переложили Сюзи на кусок брезента. На этих импровизированных носилках собачка и была доставлена в приют, все кости целы. Почему она не ходит? Доктор обнаружил у пациентки обилие блох, клещей и последствия недоедания. Также стало ясно, что Ротвейлер, жертва заводчика, который несколько лет держал ее в клетке и использовал для рождения щенков. А когда у собаки отнялись лапы из-за артрита и неправильного содержания, от нее быстренько избавились уже известным нам способом. «Мы часто находим покинутых животных на этой дороге», говорит Лори Кардон, член спасательной группы Галстрим Гардиан Энджелс Ротвейлер Рески. И это очень опасное место, ведь там на большой скорости идут сотни грузовиков. Многие из собак не доживают до нашего приезда. Сюзану поместили в ветеринарную больницу города Бокаратон, где сделали переливание крови и начали проводить курс лечения. Никто не знал, будет ли собака снова ходить, но сама Сюзанна уже все решила.